Отпечатки жизни, 25 шагов эволюции и вся история планеты. Мимо этой научно-популярной книги я, конечно же, пройти не мог, потому что она посвящена горячемной любимой палеонтологии, исключительно важной, но совершенно недооцененной в обществе науки. И правда, мало кто воспринимает всерьез поиск окаменевших костей и ракушек. А между тем, именно разработанные палеонтологами методы позволяют вести поиск таких полезных ископаемых, как нефть, газ, каменный уголь и железо. То есть во многом наша энергетика держится на знаниях о живших и вымерших миллионы лет назад существах. Однако у палеонтологии есть и более важная цель – составить наиболее полную летопись истории жизни на Земле. Именно этому и посвящена данная книга. Начинается все с самых древних наших предков – бактерий, следы деятельности которых обнаруживают в породах возрастом более 4 миллиардов лет. Также из книги вы узнаете, когда появились первые многоклеточные существа – самые ранние рыбы, моллюски, наземные растения. Узнаете, как выглядели предки современных змей, птиц, лягушек, китов и бегемотов. Наконец, наши собственные пращуры – гоминиды, останки которых во множестве найдены в Азии и Африке. Некоторые главы книги посвящены сверхгигантам прошлого. Ну а куда же без них? Акула-мегалодон 20 метров в длину, самый большой динозавр, родом из Патагонии, и почти не уступавший ему в размерах – гигантский безрогий носорог Парацеротерий. Будучи крупнейшим известным в науке сухопутным млекопитающим, Парацеротерий фигурирует во многих фильмах и прочих источниках. Ему посвящен целый эпизод в сериале «Прогулки с чудовищами». Аниматоры проделали отличную работу, восстановив повадки, которые могли бы быть у этих животных. Однако у нас имеются лишь кости Парацеротерия и ориентировочное представление о его биологии по аналогии со слонами. На самом деле мы ничего не знаем ни о масти этих животных, ни о том, какие звуки они издавали, ни как себя вели. Очевидно, медленный алюр этих колоссальных зверей нашел отражение не только в документалистике. Аниматор Фил Типпет, разрабатывавший большую часть декораций и реквизита для ленты «Империя наносит ответный удар» второго эпизода сериала «Звездные войны», явно вдохновлялся Парацеротериями, создавая модели высоченных, грохочущих, шагающих танков AT-AT, присланных на ледяную планету. Ход для подавления мельтяжа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова